Всем привет! Меня зовут Юлия Тадеуш, и я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы будем говорить о розах, о том, что нужно делать с розами в начале лета. Сейчас самый активный сезон для роз, для ухода за розами. И очень тяжелое время, особенно, например, лично для меня, как для ландшафтного дизайнера, потому что, как вы понимаете, сезон работы у меня сейчас очень активный, и в то же время надо успеть уделить время и своему саду. Поэтому многие вещи я делаю комбинированно, сразу объединяю какую-то группу работ. И сегодня мы поговорим про обработку и про баковую смесь, которую я делаю, обрабатывая свои розы. Сейчас весна, и, конечно же, очень много вредителей появляется. И очень много тли, очень много всяких гусениц. Может появиться в ближайшее уже время пилищик розанной, такой самый мой нелюбимый, пожалуй, больше, чем тля и все остальное, самый мой нелюбимый вредитель, который повреждает молодые побеги в начале их роста. Он прокалывает побег молодой, откладывает там личинку, которая потом начинает вгрызаться в побег, и побег просто погибает. Это всегда очень жалко. И вот сейчас самое время сделать все вот эти обработки. Кроме того, конечно же, впереди июнь. В июне, особенно в нашей стране, чаще всего идут дожди. Так бывает, что июнь у нас очень дождливый. И мне необходимо сделать профилактические обработки от грибковых заболеваний. При дождях в июне месяце очень часто появляются и первые признаки черной пятнистости, если розы достаточно слабые, и ложная мучнистая роса. Вот она проявляется именно в июне месяце. Поэтому я буду делать профилактическую обработку. Это сейчас не лечение. Вообще, в принципе, есть такое очень хорошее правило. Лучше вообще все предотвратить, профилактически обработать, чем потом лечить. Потому что лечить часто бывает розы очень сложно. И кроме как вырезания, например, от ложной мучнистой росы, когда они уже сильно повреждены, побеги начинают растрескиваться, молодые побеги, больше никаких средств нет. Поэтому сейчас мы будем обрабатывать. Как я уже говорила, я человек занятой. Поэтому я буду делать смесь. Что мне вообще, в принципе, понадобится и что я использую? Во-первых, препараты от вредителей. Я буду использовать препарат комбинированного действия «Командор». Чем он мне нравится? Он может быть комбинированного действия. И он и контактный, и системный. То есть он проникает. Не просто убивает сверху вредителя, но и проникает вглубь растения и действует уже изнутри. Вот это, в принципе, как бы неплохая защита от того же самого пилильщика розанного, про которого я вам говорила. Потому что заметить его сверху невозможно и поймать сверху. Сверху мы можем обработать только тлю. Кроме того, с прошлого года, начиная, я использовала у себя вот такой препарат «Рапсол». Чем он мне понравился? Вообще сам по себе он тоже, как бы, это натурально-органический уже препарат. И он тоже эффективен в борьбе против вредителей, против той же тли, и клеща, и белокрылки. И он, как бы, профилактически обрабатывает от мучнистой уже росы. От болезней профилактически я буду обрабатывать фальконом. Я уже про него рассказывала. Трехкомпонентный системный препарат, который мне очень нравится. Действует от широкого спектра грибов и, как бы, профилактически очень хорошо работает. Что делать, если у вас его, как бы, нет? Вы не купили его в продаже. Вы можете купить ордан, вы можете использовать фундазол. Еще я люблю очень розы дополнительно обрабатывать по листу удобрениями. И у меня это бонафорта для роз. В нем, как бы, очень хороший состав микроэлементов. Плюс ко всему в нем есть янтарная кислота, которая действует для усиления защиты, вообще функции защиты растений. И есть даже витамины. Витамин, там, B, сейчас скажу, B12, как бы, вообще. При этом этот препарат очень, как ни смешно, вкусно пахнет. Хочется его даже выпить. Похож на запах витаминок. Вот. И вот сейчас мы будем делать эту баковую смесь. Смешивать будем все ровно по инструкции. Так, как написано у нас в наших, как бы, инструкциях к нашим препаратам. Ничего, как бы, увеличивать никакие дозы не будем. Хотя, если у вас розы уже заболели, то, конечно, например, тот же фалькон дозу можно увеличить для усиления действия. Как мы будем смешивать? Для начала я налила воды немного в опрыскиватель. Небольшое количество для того, чтобы все смешать. Мой опрыскиватель на 5 литров. Значит, зная, что у меня опрыскиватель на 5 литров воды, я сначала начну добавлять с фалькона. Фалькон разводится 1 мл на 1 литр воды. То есть, если у меня 5 литров, я должна налить 5 мл. Чем можно наливать? Ну, вот в Командоре есть очень удобная вот такая крышечка, в которой эти миллилитры расписаны. Если у вас такой крышечки нет, то я пользуюсь обычным вот таким шприцом, которым тоже, на самом деле, очень удобно набирать препараты. 5 мл выливаем. Нальем рапсолом. Я применяю около 100 мл препарата на 5 литров воды наливаю. Немного взмешаем сейчас. Осторожненько. И нальем Командор. Значит, что касается Командора. Опять же, смотрим на нашу инструкцию. И у нас получается, опять же, разное тоже применение препарата. Ну и возьмем, например, 2 мл на наши 5 литров. И последнее, что добавляем, это понофорты для роз. Здесь есть тоже по инструкции технологии применения и нормы расхода. Если это корневая подкормка, то это 10 мл на 1,5 литра воды. Но как бы на корневую подкормку, когда роз много, вы понимаете, что это очень будет большой расход. Вот поэтому вне корневая подкормка нас интересует. Это 5 мл удобрения в 1,5 литра воды. Или 400 мл колпачок на 12, 1 колпачок на 12 литров. То есть мы можем взять, в принципе, пол колпачка на наши 5 литров. Чуть меньше, чем половина. Вот, наливаем его. Немного меньше половины. И выливаем сюда. Я, конечно, очень смело наливала все это без перчаток. Вот. Мы просто... На самом деле я всегда это делаю в перчатках. Но в данный момент мы не успели их взять. Но вы должны работать, конечно же, в перчатках защитных. Кроме того, при опрыскивании сегодня стоит вот такая погода опрыскивать. В принципе, есть очень много разных рекомендаций, в какую погоду нужно опрыскивать. Конечно же, должна быть безветренная погода. Но вот ветра у нас сегодня немного. И часто очень рекомендуют опрыскивать в пасмурную погоду. Но я могу сказать, что как человек занятой, я пробовала разное, там, дожидаться пасмурной погоды, вечера, утра. Но в итоге ты ничего не успеваешь. Поэтому я обрабатываю тогда, когда у меня вот есть время. И я вам честно скажу, что никаких действий вредных я не замечала. Конечно, я бы не стала этого делать, если было слишком жарко. Но сейчас достаточно такая комфортная температура. Жары особой нет. Поэтому, в принципе, можно обработать и на солнце. Сейчас что нам нужно сделать? Во-первых, все это смешать. Я закрутила крышку. Потрясу. И сейчас мы наберем воды до конца. Итак, значит, прежде чем продолжить, я хочу сказать все-таки о безопасности. Я честно скажу, что обрабатываю вообще химизащитой. Я пользуюсь только у себя в саду. А в садах заказчиков я сама лично не обрабатываю. Вообще, и все время нашим заказчикам, женщинам, говорю о том, что это достаточно вредная процедура. И если ее надо поручить кому-то, то, конечно же, лучше поручить мужчине. Простят меня мужчины. Но что я делаю обязательно, это одеваю, даже независимо, там есть ветер, нет ветра. То есть я всегда одеваю какое-то средство защиты, которое у меня есть. Вот такой прекрасный намордничек. И обрабатываю я в нем. Значит, мы проходимся на самом деле не только поверху. Вот сначала я прохожу поверху. Сверху куста обрабатываю. Но нам очень важно обработать куст. И чтобы листики были с обратной стороны, изнутри были обработаны. Поэтому я переворачиваю наш опрыскиватель. Вернее, ну, вот этот вот сам шланг этот. И опрыскиваю уже изнутри, так, чтобы плотно покрыть все. Обязательно смотрю. Вот у меня уже какие-то, видите, пошли расти молодые побеги. И я их, как бы, просовываю вот свой опрыскиватель вовнутрь. И обрабатываю их внутри. Это помните, да, от розанного пилильщика. Для того, чтобы на них тоже хорошо попала обработка. Что касается норм расхода. Как таковых норм расхода не существует. Кусты, как вы видите, есть разные. Как бы самые разные у меня растут. И основной мой ориентир – это внешний вид листьев. То есть, если я вижу, что листья полностью смочены, значит, куст обработан достаток. Что касается того, как часто нужно применять вот такие обработки. На самом деле, у меня есть такое свое тоже мнение особое. Нет таких графиков, по которому, как бы, нужно обрабатывать розы. Ну, точнее, их можно составить приблизительно. Я их сама составляла. Но в целом всегда ориентируюсь больше на погоду. То есть, вот у нас сейчас, как бы, много ливней идет, как бы, и дожди. И я знаю, какие вообще, в принципе, как бы, мне понадобятся какие препараты, какими препаратами обработать. Плюс ко всему я знаю, что пойдет тля. Я знаю, что пойдут какие-то вредители. И вот начало, конец мая, начало июня – это как раз-таки, вот, когда листья уже развернулись, мы обрабатываем, вот, делаю первую обработку. В последующем я буду смотреть на то, как будут чувствовать себя. Я же тоже не хочу много химии применять у себя в саду. Потому что, с одной стороны, как бы, я применяю химию. С другой стороны, я противник залить сад полностью химией. Поэтому я буду наблюдать за своими розами, за тем, как они развиваются, какие у них проявляются болезни. И следующую обработку буду проводить уже, как бы, не раньше, скорее всего, конца июня месяца, только при проявлении каких-то, как бы, болезней, либо каких-то вредителей. Вообще, вот тля, на которую многие жалуются, я не могу сказать, что у меня ее много. Возможно, как бы, проблема тех, у кого очень много тли, это в слишком активном, буйном росте молодых побегов. Потому что проблема именно в нем. И стоит задуматься, не перекармливаете ли вы свои розы азотом. Потому что, в принципе, тля не должна вредить как-то сильно массово. Ну, на этом, пожалуй, по поводу обработок все. Вроде бы мы все сказали. И я желаю вам удачи, процветания вашим розам, чтобы они не болели и не кушали их вредители. Смотрите нас дальше на канале Процветок.